Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева в начале главной темы выпуска. Отапливают улицу в Дашково-Песочни. До сих пор не могут закончить ремонт теплотрассы. Штрафовать автомобилистов за неправильную резину не будут. В ГИБДД разъяснили правила для тех, кто еще не поменял колеса. Международный день слепых, как живут рязанцы с нарушениями зрения. Обещают поставить горку за 800 тысяч, но не доделали детскую площадку. Продолжение истории с благоустройством лесопарка. Вместо квартир отапливают улицу. В Дашково-Песочни ремонтная бригада раскопала теплотрассу, а после работ теплоизоляцию труб так и не провели. Из-за перепадов температуры снова произошел прорыв. Теплосеть несет потери, а жители из-за работ не могут заехать во двор. В ситуации разбирался Валерий Седов. Чтобы отдохнуть на горячих источниках, далеко ходить не надо. Достаточно приехать в район Дашково-Песочня на улицу Новоселов, дом 50, корпус 2. Здесь таких источников хватает. Причем, по словам местных жителей, такая ситуация происходит уже больше месяца. По словам местных жителей, ремонтная бригада не зарыла после ремонта теплотрассу. Трубы находились на открытом воздухе довольно долго. Из-за постоянного перепада температур некоторые из них лопнули. И теперь практически в каждом котловане плещется горячая вода. Площадь, конечно же, огородили и повесили лампы освещения. Вот только легче от этого не стало. Сложности возникали самые разные. Помимо того, что во двор не въехать на машине, так и просто приходится делать большие крюки, как обычным пешеходам, так и мамам с колясками. И происходит это уже давно. Вот обходить над кругами ходить. Ну, вообще, по осени уже было раскопано, я за квартиру платила, и вот такая вот ситуация. И до сих пор вот это все безобразие. Не знаю, это, по-моему, даже топительная, это даже не горячая вода. И люди вот так без топления же. Ну, наверное, уже, наверное, полмесяца. А может быть и больше. А какие-то работы здесь проводятся? Ну, ведутся, да, велись. Каждое утро я хожу. Вот месяц назад тут никого не было. Местные жители рассказали, что подобное происходит на протяжении последних десяти лет. Каждый год это место вскрывается примерно на месяц. 2018 год исключением не стал. В июне планово отключили горячую воду. После включили и вновь выключили. Горячую воду дали только в августе. Местные жители написали даже письмо в администрацию. Недавно пришел ответ. Бригада рабочих появилась здесь первый день. Вот только они с другого участка. Капитальный ремонт. А капитальный ремонт чего? Теплотрассы. Теплотрассы. А вот только сегодня начался или как? Или давно уже идет? Это все вопросы к начальству. А прогнозируемый срок работы? Как дадут дальше, я не знаю. Как трубы пойдут? Вот там порыв сейчас порыв посредим, трубы поменяем, а там видно. По словам бригады, им предстоит большой фронт работ. Выкачать воду, заделать брешь, заменить трубы, где необходимо, а после закопать. Вот только срока окончания работ по-прежнему нет. Есть только точка отсчета, о которой говорят жильцы месяц назад. И есть главная проблема. Это оставленные после ремонта незакопанные участки теплотрассы. И последствия прорыв труб. Вот только ситуация такая в городе не единственная. То и дело в социальных сетях появляются фотографии участков теплотрассы, которые рабочие не закапывают по тем или иным причинам. И когда ситуация изменится, неизвестно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще один прорыв произошел рядом с селом Гремяки Пронского районом. На этот раз не выдержал водопровод. Огромный фонтан из воды заметили пользователи Инстаграма. В соцсети выложили видео водонапорной башни и обледеневшей травы. Когда прорыв устранят, не сообщается. С первыми морозами появился первый лед. Как уверяет МЧС, такие заморозки самые опасные. По словам спасателей, выходить на лед все же не стоит. Однако для рыбаков такие предупреждения чаще всего не действуют. И на рязанских водоемах уже можно заметить первых любителей зимней рыбной ловли. Сейчас начался период ледостава, самый опасный для любителей зимней рыбалки. Зимой прошлого года в Рязани области утонуло 5 человек, 3 из которых именно в этот период. Как одна из причин – выход на тонкий лед. В том числе мы видим, что на одном из днем города Рязани толщина льда составляет около 4 сантиметров. Тем не менее, этот лед крайне опасен для выхода на него. Мы, как МЧС, рекомендуем, чтобы выход на лед для рыбаков был при толщине льда не менее 7-8 сантиметров. На Рюбинском пруду уже можно заметить несколько лунок. Видимо, по тонкому льду решили пройтись самые отчаянные. Вот только хобби это может закончиться трагедией. Сотрудники МЧС рассказали, что у каждого рыбака должны быть с собой определенные спасательные средства. Это веревка и так называемый самоспасатель. И, что самое необходимое, пешня. Предмет, с помощью которого рыбак и узнает толщину льда. К сожалению, период ледостава опасен не только для рыбаков, но и для маленьких детей, которые могут выбежать на воду. Сотрудники МЧС еще раз напомнили основные правила. Сейчас наиболее актуально провести институтную работу. Объяснить, что отдых без водоевых опасен и без взрослых к водоевам не приближаться. И категорически запретить на данный период выход на лед детей. Да, спасибо вам большое. Женщину зовут Светлана. У нее двое детей – Агата и Кристина. Они приходят на прот регулярно. Поэтому правила поведения знают практически наизусть. Просто вот сейчас я не пускаю. Просто это опасно. Действительно, мы кричим, мы тоже мамочки гуляем. Иначе мы в воду упадем. А зимой, если лед толстый, то, пожалуйста, можно. Если там всегда лыжи катаются, лыжи не поможем. Важно не только знать все правила, но и пользоваться ими. Тогда приятная прогулка с детьми или зимняя рыбалка закончится хорошо. Главное управление МЧС России Паризанской области предупреждает, что в этот период выход на лед наиболее опасен. И рекомендуют рыбакам воздержаться от выхода на лед в данный период. А родителям наиболее внимательно присматриваться за своими детьми. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Инспекторы не будут штрафовать автомобилистов за неправильную резину. Как объяснили в Госавтоинспекции региона, в правилах дорожного движения есть специальный раздел с перечнем неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. В нем ничего не говорится. Про запрет использования летних шин зимой. Таких видео с регистраторов в Ютубе сотни. Не справился с управлением, врезался в столб или другое авто, сбил пешеходом. Когда ставить шипованную резину, пока решают сами автомобилисты. Большинство это сделали после первого снега, потому что ездить на летний небезопасно. Время года холодное, поэтому надо переобуваться. Так как гололед, все уже кончилось лето. Все-таки ездим с детьми не одни. Должны ездить на шиповую резину. Это обеспечивает быстрое торможение. Все-таки такой-никакой. Уверенность в себе. Этой весной были утверждены поправки в технический регламент Таможенного союза о безопасности транспортных средств. Документ содержит запрет на эксплуатацию авто, неукомплектованных зимними шинами с декабря по февраль. Если раньше эта обязанность распространялась на все категории машин, то теперь в документе есть уточнение. Менять резину нужно на легковых авто и небольших восьмиместных автобусах. При этом штрафовать за отсутствие шипованной резины инспекторы ГИБДД по-прежнему не смогут. Однако наказание ждет тех, кто не следит за состоянием колес. Шина считается непригодной к эксплуатации при появлении одного индикатора износа. Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, а также наличие местных повреждений шин, которые обнажают корт, а также при расслоении в каркасе, брекере, борте, местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя. Для авто с шипованными шинами по-прежнему обязательно соответствующий знак шипы. Тем, кто его не установит, грозит штраф. Он должен быть хорошо виден другим водителям транспортных средств. За отсутствие такого знака предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12 Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Еще одно новое введение, которое вступило в силу – обновленный ГОСТ по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. По новым ГОСТам рыхлый и талый снег должны убираться с проезжей части в срок до 12 часов. Примерно такие же требования к уборке наледи. Эти кадры сняты в январе. Город завален снегом, каша под колесами, авто и под ногами прохожих. Если с центральным дорогами более-менее ситуация нормальная, то во дворах, конечно, все ужасно. Год от года у нас улучшается хотя бы немножко ситуация? Нет, все на месте стоит. Ничего у нас не меняется. Между тем, новые правила предписывают приводить в порядок улицы в кратчайшие сроки. В некоторых регионах страны надзорные органы ЕБДД уже наказывают дорожников за несоблюдение правил. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Проработал всего год начальник управления транспорта администрации Рязани Сергей Кулик покинул свой пост. На сайте Рязанской мэрии указано, что сейчас исполняющим обязанности начальника транспортного управления является Сергей Рогов. Как отметили в горе администрации, Сергей Кулик покинул пост начальника управления транспорта, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Нового начальника управления транспорта назначит глава администрации. Центр уличного спорта под мостом, новые лавочки и ровный асфальт. Рязанский лесопарк становится похож на место для активного отдыха всей семьей. Только вот обещанная детская площадка никак не займет свое место на свежем воздухе. Мария Рудая продолжит. Место для семейного отдыха так называют лесопарк. Сюда действительно часто приходят с детьми самого разного возраста. На одном из информационных ресурсов города появилась информация о том, что в лесопарке планируют установить деревянную двухскатную горку высотой 6,5 метров и шириной 41 метр. Тендер разместили на сайте госзакупок. Его начальная стоимость составила 800 тысяч рублей. Идея сама по себе неплохая. Только вот проблема в том, что здесь не могут доделать даже то, что обещали. Детская площадка вот на этом месте должна была появиться еще месяц назад. Как мы видим, поверхность полностью заасфальтировали и подготовили фундамент для установки. Но качели, карусели и горки здесь так и не появились, хотя обещали. Вместо детской площадки появилось заасфальтированное пятно. Когда установят все остальное, нам неизвестно. Такой же, покрытый асфальтобетонным покрытием участок, появился на обратной стороне при входе в лесопарк. Про детскую площадку здесь говорили, должны сделать. Ничего не знаете? Ну вот здесь будет и детская площадка. Здесь каток будет, там детская площадка. Ну, как со слов, я не знаю. А между тем, на сайте городадминистрации уже появилась информация о том, что на территории лесопарка появится новогодняя деревня. Интерактивные площадки, фотозоны, домик для почты Деда Мороза и Снегурочки, две горки для взрослых и детей, оленья ферма. Это далеко не все, что ждет рязанцев. Открытие запланировано на 15 декабря. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Появились подробности пожара на заводе «Центролит». Напомню, возгорание произошло 12 ноября. На момент пожара в цеху находилось шесть рабочих, которые самостоятельно эвакуировались. Площадь пожара состояла 1600 квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил на пульт 01 в начале 2-го. Возгорание произошло в цехе по производству жидкости для розжига. Первое подразделение прибыло на место в течение 10 минут, сообщили в прислужбе МЧС. На тот момент в цехе уже рухнул потолок, была угроза обрушения стен. Пожару был присвоен самый высокий, третий уровень сложности. Предварительная версия, что при подаче легковосправочной жидкости для производства розжига произошел хлопок и прошло загорание. Причину загорания будет выяснять лаборатория. Сейчас производится дознание назначено. Должностные лица, которые для этого определены, они работают с ними. Производится опрос и уточнение причин пожара. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. В ликвидации участвовали 17 пожарных автомобилей и 57 огнеборцев. Дина Исляева, телекомпания «Город». 13 ноября – Международный день слепых. Их дата приурочена к дню рождения французского педагога Валентина Гаюи, известного во всем мире как первого учителя, начинавшего заниматься с людьми с нарушениями зрения. О том, чему учат незрячих рязанцев и как живут люди с нарушениями зрения, сейчас расскажет Мария Рудая. Хорошее настроение – залог здоровья. С такой мыслью идет по жизни Алены Гриценко. Девушка с детства не видит. Может различать только яркий свет. Но это не помешало ей получить два высших образования. Алена – педагог-психолог и клинический психолог. Она признается, было нелегко. Навсегда были рядом родители. Лекции она писала по Брайлю или записывала на диктофон. Именно в институте Алена познакомилась с таким разделом психотерапии, как сказкотерапия. Это так называемое лечение искусством. Творческой натуре это занятие сразу же пришлось по душе. Алена говорит сказком. Проводник между взрослым и ребенком. Путем сказкотерапии у детей развивается и мелкая моторика, и речь. Одним словом, все психические процессы. И воображение, и память, и мышление. И все задействовано. Если у ребенка есть какие-то нарушения, то можно провести коррекционную сказкотерапию. Сказки для своих выступлений Алена пишет сама. А еще она адаптирует старые добрые рассказы на современный манер. Так в ее репке появился интернет, ноутбук и даже брейк-данс, который мастерски исполняет репка. Помогает сказкотерапия не только детям, но и взрослым. Раскрыться, отвлечься от вечной суеты и даже забыть о проблемах. Вот главная задача. Алена признается, для нее важно помогать людям. Она ради этого преодолела слишком много препятствий на пути к мечте. И у нее получилось найти дело жизни. Мне нравится ходить к детям, нравится показывать сказку, нравится с ними заниматься и, можно сказать, отдавать себя детям. Алена – девушка, которая несет в этот мир добро и позитив. Но, к сожалению, не всегда мир отвечает ей тем же. Она признается, конечно, есть проблемы, но говорить о них не хочет. Лучше о хорошем. Я всегда иду с добром, в хорошее настроение. Есть и положительные эмоции, и только добро. Сейчас Алена готовится к Новым годом. Готовит очередную сказку, которую представит как настоящий кукольный спектакль. Делает она все на общественных началах. Да и кукол покупает сама. На счету девушки уже 30 написанных сказок. Но останавливаться на этом она не собирается. Пишет ко всем праздникам. А в свободное время посещает театры, концерты, встречается с друзьями. Живет насыщенной и полной душевной теплоты жизни. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Фильм «Дурак» Юрия Быкова стал лучшей картиной за последние 15 лет. Таковы итоги голосования пользователей «Кинопоиска». Напомню, что режиссер родился в Рязанской области, в Новомичуринске. Чем наш земляк покорил сердца зрителей, выяснила Галина Кудряшова. Юрий Быков стал режиссером, который сделал самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет. А его фильм «Дурак» назвали лентой, изменившей отношения к отечественному кино. Доверие режиссеру оказали пользователи портала «Кинопоиск». В голосовании приняли участие более 79 тысяч человек. Это сложное сочетание чувств. Я благодарен зрителям, поставившим такую оценку. Они поставили ее не мне, а всем людям, которым я многим обязан. Людям, с которыми я вырос, работал. Людям, которые через меня, обыкновенного пацана из города Новомичуринска, сделали такое событие. Это оценка всем людям, помогавшим создать это явление. Напомним, что Юрий Быков родился в Рязанской области, в городе Новомичуринске. Социально-драматическую драму «Дурак» режиссер снял в 2014 году. Она получила ряд престижных наград, включая прессы имени Горина за лучший сценарий и диплом на фестивале «Кинотавры-2014» за бескомпромиссность художественного высказывания. Также ленту отметил один из трех главных кинокритиков газеты «Нью-Йорк Таймс», включив ее в топ-5 лучших фильмов 2015 года. Стоит отметить, что картина является одним из двух российских фильмов, имеющий рейтинг на «Кинопоиске» более 8 баллов. Среди лидеров голосования на портале «Кинопоиск» также оказался сериал «Бригада». Его продолжение зрители ждут с нетерпением. Константин Хабенский стал актером, который часто появляется на экране, но которого всегда рады видеть. Ирину Горбачеву отметили как молодого кинематографиста, которому зрители доверяют будущее отечественного кино. А героем поколения стал Антон Городецкий, персонаж фильма «Ночной дозор». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин